всем привет сегодня у нас видео из обоим и что внутри все не посмотрим с вами на две оригинальные сеги первая модель и вторая модель сега мега drive 2 вот это на самом деле еще очень интересно чуть попозже расскажу почему вот начну пожалуй с оригинальных каких-то вещей да расскажу как определяется оригинальные сеги но на что следует обратить внимание давайте вот с первой начнем как бы а потом продолжим по всему остальному на самом деле 90 редко встречались такие клоны были безусловно sega мега drive но не так часто как часто можно встретить клоны второй модели но самая безотказная тема вот по этой конкретно модели могу сказать да это втулка металлическая вот она у нас вот тут есть она у нас есть также соответственно второй модели вот ну и разъем да если мы разъем откроем здесь видно он здесь такой прям черный это что касается именно на азиатке на копиях он такой зеленый как правило но что касается сега мега drive 2 тут нюансов на самом деле может быть несколько но во-первых кнопочка да когда вы на нее нажимаете никаких щелчков нет она мягкая слышите нам вот на копии она идет щелчком здесь вот в этой части соответственно на оригинале матовая часть идет на копии как правило она глянцевая по цвету вот этой заглушки можно отличить но это на самом деле не всегда получается сделать здесь как я уже сказал обязательно металлическая втулка у нас идет вот здесь вот эта нога резиновая на многих копиях ногу резиновую не делали ну самое основное да это вот для меня лично я на раз определяю это вот то что кнопочка должна быть у нас мягкая без щелчков вот и вот втулка если вот эти две вещи есть ну 99 процентов это оригинальная вещь перед вами на самом деле вот у мега драйва 1 есть особенности в разборе о которых я не знал ни разу просто не скрывал консоль и когда скрыл столкнулся стоит каким не очень приятным нюансом тут у нас сколько 6 болтов по краям вы видите на их откручиваете очень аккуратненько болты открутили вот эта штука не знаю чем инженеры думали но они как-то сделали через жупу смотрите она вот так вот снимается видите я об этом не знал начал я дергать короче чуть не поломал вот этот штекер который здесь есть второй момент когда вы снимаете здесь внизу вот эта лампочка она там на коротком проводке плате соответственно можно при неосторожности просто ее выдрать поэтому аккуратненько так верхнюю часть снимаем и вот мы видим на чем у нас держалась вот эта лампочка вот здесь вот она была прямо вставлена в штекер и вот эти штуки были загнуты представляете я не знаю что это за колхоз но тем не менее себе до меня никто не открыл могу точно сказать вот прямо в шекере она была бокам загнута чтобы не вытащить было чтобы снять со штекера пришлось вот так вот выпрямить соответственно вот эти штыри и аккуратненько снять штекер смотрите какой какой механизм стопора как только вы включаете консоль все карик стопорится вот с этой стороны и вы вытащить не можете такого стопора на второй модели нету сейчас посмотрите здесь такая фишка ну даже не знал что такая функция есть на этих моделях что хотел еще сказать вот именно по этой модели чем она примечательна да посмотрите это очень крутая на самом деле оказалось модель я сам того не знаю мне попалась вот нулевка это так называемая первая ревизия sega mega drive мне на самом деле несказанно повезло у нее здесь центре соответственно такой здоровый чип под этим чипом еще кучу чипов сейчас я вот ее сниму чтобы вам показать плату прям всю целиком но давайте внимательнее посмотрим вот у нас тут sega n5 знающие люди которые в этом вопросе разбирают сказали что у нее не урезанный звук по верхним и низким частотам очень на самом деле мощно вот это с этим выключателем надо быть поосторожнее иначе если ты в наушниках слышно слушаешь музыку наушники может порвать потому что ну источник сигнал очень на выходе сильный идет я уже подключал к наушнику эту консоль включал самого в кабеля у меня нет видео пока не проверял вот но по звуку реально звук очень прозрачный чистый басы прям такие сочные толстые вот поэтому ну я соглашусь с тем что вот на этой плате на первой плате так называемой нулевки sega mega drive звук просто отличный изображение чуть позже смогу сказать сейчас так сходу не могу проверить и перевернул плату чтобы нам можно было посмотреть на чипы которые здесь есть вот за вот этим центральным чипом там под низом еще есть какие-то чипы ну то есть на самом деле очень странное решение зачем инженеры sony так все оговорочка по фрейду зачем инженеры sega вот так сделали мне на самом деле непонятно вот алюминий который здесь есть смотрите я вот не вру грамм 100 нашему точно весь такая толстая офигенно здоровая штука кстати вот похожие два предохранителя очень похожи на предохранителя на обороте у нас вот так вот все ну чё скажешь ребят большая такая здоровая красивая плата мне очень нравится повторюсь мне очень повезло что у меня в коллекции появилась нулевочка да смотрите мне тут какие вещи вход питания а в кабель еще какой-то вход предназначение которого для меня пока является загадкой надо погуглить вот очень рад что эта штука появилась у меня в коллекции ну люди говорят что вещь знающие люди которые в этом разбираются говорят что вещи очень достойно что хочется по чипам сказать который здесь есть смотрите я там сейчас покажу здесь есть у нас чипы от компании sony представляете компания sony вездесущий даже все как свои чипы вставляла есть чипчик вот там вверху видите у нас от компании нэк центральный чип с надписью sega ну вот отдельно здесь идет выход на наушники целом что хочу сказать блин вот классно когда держишь в руках подобную вещь всегда вот какой-то проникаешься гордостью за качественную какую-то инженерную работу теперь залезем в наш любимый всеми знакомый мега драйв 2 которых который на самом деле был у многих из нас в детстве не факт что были оригиналы но блин форм-фактор был именно такой абсолютно здесь у нас соответственно четырех болтах выкручиваем все просто снимается без всяких там танцев бубном как я вот показывал на первой модели все просто крышечку сняли все элементарно и вот такая у нас плата плата здесь большая здесь у нас написано md2 плата в.1 ази я не знаю насчет вот я тоже читал информацию по вот этим сегом говорят что именно полноплатные версии консоли да да еще там говорят я сам проверил звук у них на самом деле отстойный басы пердят ветки тоже как-то задраны в общем звук у вот этих полноплатных консолей не очень поэтому если у вас есть возможность взять скажем так консоль мега драйв 2 немножко с измененной платы я сейчас расскажу о чем я говорю как понять что у вас там плата хорошая да вот здесь мы видим что плата она занимает целиковую поверхность это я говорю про оригинальную именно консоль а другая плата соответственно которая шла уже с доработанным звуком она вот наполовину меньше вот так где то соответственно если вы видите пустоту во второй части значит вот эта консоль если это оригинальная безусловно консоль она найдется хорошим звуком что касается полной платы она соответственно вот со звуком не очень ребят вы должны знать что у нас тут еще есть на плате тоже вот центральный процессор сега чипы сделаны в японии кстати на этой версии уже не написано нигде ни одного чипа точнее нет от компании sony я вот вижу вот но то же самое соответственно вот о чем я вам говорил здесь у нас стоит мягенькая кнопочка на кнопке reset да во всех копиях там идут такие не знаю как они правильно называются в общем они щелкают вот эти кнопки дальше разбирать не буду там сзади ничего как бы интересным нет вот здесь предохранитель стоит на маленьком таком медном радиаторе целом плата по сравнению стоит ну гораздо скромнее да вы видите тоже очень классная тоже красивая но первое мне нравится безусловно больше вот ребят еще раз для сравнения две открытые консоли слева наш такой незнакомый на самом деле у многих он не был в мега драйв 1 вот и такой близкий знакомый оригинальный мега драйв 2 вот из этого видео вы увидели как они собственно говоря вид выглядит внутри вот ну и как различить скажем так версии платы с хорошим звуком и версии платы со звуком не очень скажем так плюс поговорили немного об оригинальности консоли как отличать вот что еще хотел сказать по первой модели да там есть тоже нюанс если по этой я вам сказал как отличить хороший звук да то по этой тоже есть нюансы которые позволят понять что плата с хорошим звуком сейчас покажу вот ребят обращайте внимание на крышку на всех платах с хорошим звуком соответственно вот здесь вот описано если это японка здесь интеллджен терминал хайгрейт мульти пропал с юс то есть ну здесь хороший звук если на японке вот этой надписи нет знаете что у вас уже плата поздняя там соответственно звук гораздо хуже вот и плата видоизменена она не такая как здесь мы на видео с вами видели то же самое и с европейскими консолями только у них надпись него здесь не по нижней каемке идет оверху я вам фото постараюсь найти прямо по верхней части будет написано high definition sound или high definition great точно не помню сейчас вот на фото должно быть посмотрите если этой надписи нет знаете что звук у у этой консоли конкретно в этой версии паршивой не берите такую консоль ищите консоль с хорошим звуком либо японку либо европейку либо там дженис если видео вам понравилось обязательно не забываем ставить давайте до новых встреч